И тогда я пыталась определить, что же такое саги. В общем, и из вот этого проекта, который вводил, получилось у меня много докладов, отдельных статей и отдельных проблем для того, чтобы понять, что такое саги, чем саги отличаются от не саг, вот когда все-таки тоже нарративы темно-исторические. И вот этот доклад как бы один из фрагментов. В общем, сначала я написала много, там листов 14 печатных, потом часть просто выбросила, и вот остался только теоретический кусок, который, как Семена просит говорить, это выйдет, и это уже как бы у них там. Там огромные тексты, и многие-многие там участвуют. Вот Инна Героевна тоже участвует. Не знаю с чем. Теперь, классификации. Про классификацию тоже в общем остается очень много проблем, и я буду благодарна за такие замечания, потому что до конца, в конце, как вы увидите, мне полностью уверена в своем подходе. Так, я должна идти в общем, так? Существует современная классификация, которая существует с конца 19 века, и всюду, где бы то ни было, она воспроизводится. То есть, считается, что есть циклы. На самом деле, конечно, это совершенно не так. Почему это не так? Потому что вот мифологический цикл, который у меня обозначен в начале, а его принято в начале обозначить, потому что это из книги «Захватов Ирландии» в разных ее редакциях, рассказ о том, как остров заселялся от древних времен. Причем, начинается все с рассказа о потопе. И потомки Ноя обосновались в Ирландии, и там, ну вот, не буду рассказывать, что это происходило. Это не саговый нарратив. Совершенно. Это ученые очень сжатые, такие ученые трактаты, где действительно очень информативно. Улыцкий цикл, безусловно, существует как Улыцкий цикл. Это эпические предания, где есть главные герои, и вокруг них все накручивается. А центральная – это эпопея похищения ПК и Сквальги, главное событие. Лейстерский цикл тоже, собственно говоря, это совершенно уже другая история, потому что Лейстерский цикл – это профина, но он существует, с одной стороны, в виде саг, он очень долго существовал, и, можно сказать, даже в наше время еще есть. И фольклорные предания имеют формы поэтические, народных песен, баллад. В общем, это образы такие потом и Акферсон сюда можно вспомнить. Ну, в общем, эти предания есть. Что касается Королевского цикла, то, в принципе, да, тоже он существует, но, как писал еще Шкунаев, саги Улыцкого цикла, как действия которых предложительно, как бы, на псевдоисторию, первый век нашей эры, они тоже, собственно говоря, исторические. Это просто вот про отдельные королевики, живших в современной Ольске, на этой территории. Теперь, в качестве объекта классификации, зародевшихся уже в самой, вот что здесь важно, от средневековой ученой традиции, вот это, и затем повторенные многими исследователями, люди в этой классификации опираются на принцип, который можно назвать все-таки субъектно-объектным. То есть, в данном случае рассказывается о том, что произошло и кто являются протагонистами того или иного нарратива. И этот принцип субъектно-объектный, он в общем и логичный, но для самой традиции не характерный. Но, правда, я нашла в работе одной исследовательницы, замечательной монографией ее, которая просто называется «Средневековая двадцатая литература». Она представляет собой интересные предположения, не знаю, 200 страниц текста краткого изложения, и затем еще 600 страниц примечаний почти в каждой строчке. Там она отмечает, что есть некий текст, который называется «Баншенхус. Рассказы о замечательных женщинах Ирландии». И компилятор, это уже среднеирландский, располагает этих женщин все-таки согласно вот тому циклу, которые я сейчас вывела на экран. То есть, с одной стороны, начинается вот потом киноя, внучка Ноя, которую и другие женщины вот самых как бы псевдо-древних времен, затем времена богини Дана и так далее, и так далее. То есть, в данном случае, все-таки, она с одной стороны права, что среднеирландские компиляторы понимали псевдо-хронологию населения своей страны. Но, с другой стороны, можно ли здесь говорить о циклах и о циклизации? На этот вопрос как бы ответить сложно. Теперь, поэтому данное отделение является отчасти искусственным, и, как я говорю, да, еще я не сказала, некоторые тексты вообще сюда не попадают. В данном случае, в книге Майнза делана известная древнеирландская литература. Дополнительно вот к этим циклам вынесено еще приключения, странствия, видения и так далее, что представляет собой немного напоминающие как-то, есть также животные, принадлежащие императору. То есть, что это означает, что сага, ну, возьмем, например, приключения. Приключения Конлы, маленький текст, известный, о том, как Конли, короля, сына псевдо-хронического короля, Конна Стабит, явилась женщиной из иного мира. Он ее видел, а больше никто ее не видел. И она, как бы сказали бы сейчас, распропагандировала его, чтобы он вместе с ней в стеклянной ладье уехал. Этот текст такой действительно мистический, и Майлз Берланд предлагает включать его в текст, то есть в группу приключения, которая примыкает к группе плавания, приключения, это не просто приключения, а, как правило, посещения иного мира, или плавания. Но совершенно параллельно на этот же текст можно взглянуть на его содержательный, маленького такого текста, момент, потому что этот Конла был старшим сыном короля, и тот факт, что он уплыл в ладье с какой-то мистической женщиной, объясняет, почему королем стал его младший брат, а не он сам. Поэтому в данном случае здесь историческая какая-то содержательный момент тоже очень важно. Но то, что Дилан выделяет как бы уже жанры по изложению, является, в общем, довольно тоже интересным. Теперь, это я ссылаюсь на проект, тоже в рамках которого. Это проект, которым руководит уже много лет Анна Андреевна Залезняк по универсальным семантическим переходам. И в этих универсальных семантических переходах мы нашли вот такую... Это довольно старый ноль, это значит еще очень первых лет существования этого проекта номер 0557. Переход, то есть сага, как повествование... Сага – это означает сказание. Но как это связано с рассказом, о чем я потом буду говорить. Что касается традиции самой древнеирландской. Древнеирландская традиция имеет совершенно другую классификацию. И согласно этой классификации все саги группируются по опорному слову в названии. То есть, предположим, мы имеем рождение Кухулина, смерть Кухулина, разрушение дома Дадерго и так далее. Действительно, это так. И то, что я называю опорным словом, этих опорных слов в названиях, текстах, а это воспроизводится в рукописях, а также в рассказах про это, очень мало. И поэтому, предположим, пересказы античных, переложения античных сюжетов тоже вписываются в эту схему. И есть жанр разрушения крепостей. И вот и разрушение троих появляется вот такой вот текст. Который, конечно, в данном случае, довольно близок к тому, что было не Илья, ну, конечно, а все дадоресы, все вот эти вот пересказы. Теперь, широкое семантическое поле этого названия, самого опорного слова, очень правильно задано, потому что при переводе нужно представить себе, что мы представляем собой как бы итог. С одной стороны, здесь можно привести пример слова комберт, значит, буквально совместное бронье. Это может означать либо рождение, переводим, мы переводим как рождение, либо зачатие, в зависимости от того, что именно является смысловым стержнем повествования. И в нашем случае бы можно сказать, а как же может быть рождение без зачатия. Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, иногда описывается особое условие появления героя на свет. Предположим, мать задерживала специально роды из астрологических соображений, чтобы он родился в определенной части. С другой стороны, он был зачат королем перед битвой, и в битве король погиб, и таким образом он возродился там сыном. Но, совершенно верно, и то, и другое включает в себя вот эти слова, которые, как правило, действительно покрывают широкое семантическое поле. С другой стороны, ориентируясь уже на традицию рассказывания этих историй, возникает определенный горизонт ожидания, и если пир, например, флет, это заимствование, сага называется словом пир вот какой-то, то мы прекрасно понимаем, что речь идет не о какой-то хорошей еде и питье, а о распри, которая возникнет на пиру, иначе зачем действительно про этот пир? Было бы рассказ. Теперь, я хочу сделать маленькую добавку к тому переходу, извините, что я перескочила, перехода рассказа события. В данном случае, с одной стороны, существует представление, что сначала есть событие, и оно фиксирует понятие события каким-то, каким-то, какой-то экземом, а затем возникает рассказ событий. На самом деле, это совершенно не так, потому что слово русское «история», которое заимствовано приобрело дополнительное значение, с ним получилась неприятная история. Более того, можно сказать, что с ним произошел анекдот, как забавное, неприятное, скорее, событие, или, предположим, там роман, слово как, я вспоминаю свой летний роман, это была целая поэма, вот мы разбирали на семинаре, как это возникает. Но сюда редактор мне добавила совершенно подряд, что у меня добавку, я не очень даже поняла, будет это воспроизведено. Это так же, как новелли, то есть новость, затем переход в слово новеллу. Но вот ирландская «скелл» и события, как и история, это ведь, собственно говоря, не новость, но возникает, видимо, нового пресуппозиция того, что нужно сообщать что-то, что новое произошло. Но на самом деле, это вот мы вкладываем, что это событие, то есть новость. На самом деле, возможно, это не новость, это сообщение о каком-то понимании со стороны нарративе. И вот это вот древнеирландская, среднеирландская полисемия, слово «скелл», новость, рассказ. То есть, опять же, я машинально говорю «новость», но теперь стараюсь себя сдерживать. Обыграно в среднеирландском нарративе, как королю Тары, домного Муртаху, который умер в 980 году, пришел поэт Урр, и король спросил, есть ли у него вот скелл. То есть, я читала новости. На самом деле, видно, не новости, а есть ли о чем рассказать. Сообщение. Имея в виду, ну что у вас интересного такого. А тот нарочно сказал, что я повестей знаю очень много. И начал их очень и очень долго перечислять с тем, чтобы король потом выбрал. И вдруг, как бы, добавил туда повесть, которая на самом деле не существует, а это был его собственный рассказ о том, как у него там обманом в землю украли. И таким образом, и король сказал, что вот эту сову я не знаю. На что? Он сказал, я сейчас расскажу. И король понял, и затем, конечно, восстановилась справедливость. Эти тексты все были, вот, дошли до нас в трех. Это вот книга ирландского исследователя 80-го года, очень известная. И здесь я нашла, здесь вот лучше видно, как я здесь более позднего списка, как эти тексты группируются. То есть, начинается, знаешь ли ты, Тогла, разрушение крепостей? Да, нетрудно сказать. Дальше идут, 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 идут перечисления. Многие саги действительно до нас дошли, но многие, с другой стороны, совершенно и не дошли. То есть, особое тоже, как бы, дима, что за всем у нас нас стоит, и так далее. Теперь, что, как эту классификацию, вот здесь у меня есть русский перевод, то есть, с английским, и, в принципе, из книжки Макканы, как это можно себе представить, и почему она вообще создалась, вот эта классификация? Почему потребитель, король, не хотел бы услышать, вот, предположим, существуют такие выделяемые ирландистами, мини-циклы, исторические. Цикл Домнала, сына Анира, который, правило, в начале 7 века считается, была историческая личность. И я в свое время писала много про сагу «Безумная судна», который во время битвы при Маград в 637 году потерял рассудок и дальше летал по лесам и холмам. Про короля этого Домнала ничего совершенно нет в этой саге, но, поскольку это произошло во время его управления и немножечко политически как-то связано с этой битвой, то считается, что сага «Безумие судна» тоже входит в цикл. Так почему же какой-нибудь потомок вот этого короля Домнала не сказал бы, вот я хочу услышать вот это? Нет, почему-то как бы этого нет, что кажется в данном случае не странным. Таким образом, почему у меня была идея после чтения работы Анны Паже, почему я дала по-русски, я не знаю, она предлагает ориентироваться на то, что она называет паттерн героической биографии. То есть берется некий персонаж, и у него дальше уже его деяния, как бы ни были они все-таки разнообразны, укладываются в некие нарративные схемы. Вернее, не сами рассказы о них, а на определенный рассказ наклеивается ярлык, а этих ярлыков на самом деле очень мало. С одной стороны, вот предположим, это рождение короля, детские возрасти, которые могут и не быть у короля, это скорее у эпического героя. Битвы обязательно, свадорство обязательно, суждения правые и неправые суждения, тоже это бывает. И в конце концов героическая смерть, героическая я поставила скобки, потому что часто смерть бывает совершенно не героическая, какой-то даже нелепой, но важно, что она будет достойной меморизации. И есть исторические поэмы, которые совершенно не такие, как германские, древнеанглийские исторические поэмы. Они, скорее, очень краткие перечисления и намеки. Вот в одной из поэм, здесь интересно будет перечисление победы, битвы и сражения, выделенные в нем. И это тоже одни из жанров. И опираясь на теорию НПЖ, я предположила, что мы можем тогда сделать такую схему. С одной стороны, наверху идет выделенная линия, когда героическая биография не только короля, но и некого локуса, вот Улада, некого группы людей, группы персонажей, они описываются последовательно, что одно было как бы за другим, что тоже важно, и так далее, и выстраивается целый ряд из небольшого количества названий ярлыков. Но можно представить себе другое то, что я как бы называю грунтематическим. То есть, есть текст, называемый рождение. Рождение должно быть каким-то необычным. Или, значит, герой необычно, или рожден необычно. И затем это рождение персонажа, конечно, влечет какие-то последствия. Таким образом, понятие вот про пир, я сказала всегда о распределении. Но вот эти вот рождения могут быть и в Володском цикле, и в Королевском цикле, и в цикле Фена, конечно, все это есть. Ну, мифологически, как я сказала, не совсем. В данном случае, и вот тут я приступаю к моменту, который мне самой до конца не понятен. Я попыталась это подобить. То есть, синтатоматически, предположим, сервизом. Потому что в кофейном сервизе мы имеем ограниченное количество предметов, в которых определяется самой прагматикой использования этого сервиза. То есть, мы имеем кофейник, чашки с плетцами иногда, тарелочки, вот в синем сервизе это есть, и молочник, ну, сахарница. В данном случае потребитель, ну, быватель, который будет пить кофе и приглашать гостей, он ориентируется вот на то, что в одном стиле должно быть выдержано определенное количество предметов, но не больше. И изготовитель, мы можем в данном случае короля назвать потребителем, а поэта назвать изготовителем, и он, соответственно, также и ориентируется тоже на потребителя и изготовляет в рамках этого стиля определенное количество предметов, которые будут куплены. И он на это опирается. И вдруг на самом деле все оказывается совершенно не так. Потому что представим себе совершенно другое. Представим себе молочники, которые в разном стиле выдержаны, но они, вот как я понимаю, парадигматика, предположим, номинатив это молочник, но количество номинативов может быть совершенно бесконечным. Но тут встает логический вопрос. Если человек покупает сервиз и он будет ему нужен, то кто то лицо безумное, которое будет покупать много-много молочников. И в принципе таких людей как будто бы нет. А на самом деле я поняла, что есть, это коллекционер, это дезель музея, это тот человек, которому важно, предположим, показать изменения античного молочника, средневекового, современного, какой-то супер молочника. Таким образом, в принципе, вот эти вот списки сап классификации и исполнения, это относится не с точки зрения короля и даже не с точки зрения поэта, а с точки зрения музееведа, коллекционера, то есть носителя среднеирландской ученой традиции. Все. Спасибо, Татьяна Андреевна. Пожалуйста, вопросы. Начнем с зала. Вопросы из зала. Николай Александрович. Спасибо большое. Это очень интересный доклад. У меня вспоминается большая дискуссия, которая проходила в медиевистике в 80-х годах по поводу возможности вообще создать полную классификацию средневекового литературных жанров и, конечно, Константская школа в конце Роберта Яутс. Он предложил, по-моему, если не что, самую полную классификацию, настолько, что вот разворота в той публикации книжного разворота, где статья была в публику, не хватило, еще там была первая вкладка, где вот ничего последовало литературно, что он не учел там еще десятки жанров, а спор был о том, возможно ли в принципе создать вот нам сейчас полную классификацию или нет, или нужна какая-то классификация другого типа, которая могла бы быть в дальнейшем заполнина. Соответственно, насколько мы... Вы знаете, с этой точки зрения, если я представлю себе такую некрасивую картинку, то, естественно, до нас дошло ограниченное количество текстов, и, предположим, какой-нибудь там король не имеет саги, описывающей его сватовство кому-то, но в этой таблице остается пустой, поэтому как бы это и должно быть, так это нормально, а количество инвариантов в парадигме ограничено, но количество самих персонажей не ограничено, и можно взять даже какое-нибудь, существует переложение довольно пустимое, какие-то там уже 15-16 века, когда в эту схему втискиваются персонажи, уже скорее даже исторические. Вот, Паша, в рамках, извините, просто хотел уточнить сразу, в рамках вашего проекта вы предлагаете вот такую законченную классификацию на вашем материале? Да, да, представьте себе, я ее предлагаю, потому что она очень обобщенная, и вначале я говорила, предположим, что одним и тем же словом может описываться и рождение, и зачатие, и даже какие-то сопутствующие воспитания персонажей, рассказы, и оно специально, эти слова выбраны довольно широкой семантикой. И поэтому тоже я вписала, но в институте мировой литературы сказали, обязательно нужно выкинуть эти места, попытка произведения Льва Толстого тоже сюда втиснуть, и писать про Анну Каренину здесь, и много было. То есть, в принципе, это сделать возможно. Спасибо. Ну, с него трём усилием, конечно, но и древнеирландская традиция тоже это делает, и вот эти вот среднеирландские монахи, они это втискивали, на самом деле, конечно, об этом далеко не всегда успешно втискивали, но для них это было естественно. Это двойная учёная традиция. Да, двойная, да. Я хотел узнать в зуме, слышно ли вопросы с места? Потому что вам ответят. Да, не могу. Хорошо, пожалуйста, будем тогда с места. туда. Изумерно. да. Забуду. Да, Татьяна Андреевна, я хотел спросить, что вы примените на классификации, понимаете, под синтагматикой и, соответственно, продигматикой. Я это всё крутила и крутила. И понимаю, что как бы с одной стороны синтагматикой это сочетание нескольких элементов внутри одной какой-то композиции, предположим. если мы возьмём дом, то в доме должно быть окно, крыша, труба, если это определенный дом, дверь, крылечко. Но и крыши, двери, труба, крылечко могут быть на уровне парадигматики очень разнообразно представлены. Это может быть стальная дверь, покрашенная глупой краской, или какая-нибудь маленькая деревянная жалкая дверка, или даже неоформленный вход, предположим, как в определенных традициях. Не превращается ли попытка учесть и синтагматику, и парадигматику в порочный круг? Потому что вы берёте за основу сравнения или дом в целом, а есть архитектурные типы, они есть, несомненно, любой архитектор это скажет, и вы не будете спорить. И там не учитывается, что внутри дома. А вы пытаетесь учесть и сюжет. Мы тоже можем учесть то, что внутри дома, и оно должно быть гармонично. Да, но тогда это будет не классификация домов. По типам, по стилям, по эпохам. Если мы представим себе выдержанность стиля, которые в ирландских сагах есть выдержанный стиль, эпический стиль, где особые должны быть там ветвистые такие описания, а в исторических сагах их нет, как правило, и всё остальное. Сочетание прозы и поэзии я про это говорить не буду. Но мы, то есть, поверьте мне на слово, что есть. И то же самое, как стиль, если мы имеем, предположим, какой-нибудь жалкий домик и с маленькой дверью и крышей прохудившейся, и если мы войдем внутрь, мы не будем ждать там увидеть роскошный камин. Не пытаетесь ли вы представить некоторое множество оснований для сравнения, потому что обычно классификация проводится ну по одному, два, максимум три. Но когда увеличивается количество оснований, теряется классификация. Нет, она совершенно не теряется. Она не теряется. То есть, количество инвариентов ограничено как количество предположим падежей. Вы же не будете спорить, что если мы будем выделять падежи, а бывают еще случаи, да, бывают языки. А бывают еще языки, где нет падежей. Да. А как тогда он к вам попадет, если вы классифицируете падежи? В языке, где нет падежей, ну я не знаю. Они не попадут? Нет. Вы знаете, что, то, что вы мне сказали про внутренность дома, это еще раз как бы наоборот при меня подъявляется падежи. Понятно, Дай вам удачу. Пожалуйста, не убедили, нет. Пожалуйста, Николай Николаевич. Спасибо большое. Очень интересно было и несколько соображений по ходу. Мне вспомнилось несколько работ, в том числе работа Петра Евгеньевича Бухаркина о несобранных циклах. Это было применительно к позднему творчеству Чучева. И здесь мы сталкиваемся с большой проблемой, когда исследователь собирает то, что автор не оформил. Между тем, для античного средневекового любого другого материала мы выполняем функцию этого исследователя, который за автора делает эту работу. Может быть, эти несобранные циклы пригодятся. Последнее время, занимаясь специально Гомером, как-то вот получилось так, что все, что мы имеем гениального от греческой литературы, это центральная часть общей картины, незаполненной или заполненной кое-как, потому что все эти бесконечные носты бездарные, все вот эти вот истории осады трое от начала и до конца, это не то, что правильным образом должно было остаться за кадром, а центр вот ссора Ахилла с Агамемном безвыходная ситуация, при которой если не померяться, то ничего не получится. И те уловки, на которые приходится идти, чтобы эту ссору погасить и эти уловки, которые объясняют слушателю, этого нет в поэме, но слушателю объясняют, что если Агамемном призывает на свою голову Ириней, то мы видим Ириней в действии с ним самим, с Клитым на острове, с детьми и так далее. То есть вот это умение выделить центр, оставив общий фон, неразграфленный на какие-то вещи. И этих центров может быть несколько. И вы прекрасно это показали на вот это. Это просто соображение по ходу, вдруг это чем-то пригодится. для органского кальпулятора про эту ссору вообще ничего не нет. Нет, нет, нет. Я не не там. Это органаптика пересказана. Да, да, да. Да, 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 да. Нет, нет, я имею в виду как осмысляется собственная история. что живо. Здесь тоже выбираются, насколько я понял, центральные вещи. Да. Ну, да, да. Спасибо. Есть ли вопросы в зуме? Я вот не знаю и не могу. Не вижу. Ну, видимо, нет. Нет, нет. Пожалуйста, у вас вопросы, да? Пожалуйста. Если можно, Татьяна Андреевна, спасибо большое за интересный доклад. У меня просто появилось соображение относительно соотношения вот этого вот нарративного паттерна в сагах и в житиях святых древнеирландских. Вот. Потому что я близко этим моментом не занималась, но вот судя по работе Марии Равильной Ненароковой, вообще древнеирландские жития святых, они начинаются с рассказа о чуде сразу. Ну, да. То есть там нет вот этого не обязательно чудесное рождение, как бы вот нет предыстории героя, там не рассказывается она. Или я ошибаюсь? Бывает. Бывает. Бывает, да? В принципе. Конечно, да. Нет, бывает. И на самом деле мне кажется это совершенно не так, потому что с одной стороны рождение святой Дригитты, например, там вывествуется о том, как она родилась при странных обстоятельствах, ее мать была рабыня, и неизвестно там, кто был отцом, и вот такие вот вещи. И затем в младенчестве она уже начала говорить на латыни только. Ну, это такое действительно тоже чудо. А житие святого Патрика, который многие про рождение не пишут ничего, что человечество, потому что он был из Британии, он был пленником, как он родился, про это никто не знает. И он, ну, видимо, он второй раз родился уже в Ирландии, когда ему явился ангел. То есть интересно, как бы то, что начинается с чудо, да? Начинается с чудо. Вот святой Брэндон Париплавутик, который родился, тоже чудо, и его коровы узнали, что он родится. И пришли много-много коров, видимо, желая его накормить, когда он еще даже не родился. И дом его матери был окружен стадом коров, которые восторженно мучали приветствовать до рождения святого. Я хочу сказать, что сейчас в издательстве «Альма-Матер» выйдет наконец в переводе Нины Юрьевны Живлова из латинского языка «Навигация» знаменитая плавная святого Брэндана. Ну, у нас там еще какие-то будут еще тексты. Но я считаю, что вот это вот самый очень важный интересный текст, который имеет много переработок, неизвестный даже, что пытались воспроизвести вот это плавание. В общем, он, наверное, еще до конца года, как я надеюсь на конец. «Спасибо, Татьяна Андреевна. Вы хотели вопрос задать, да? Можно еще? Очень короткий, если можно, мы уже выбиваем все регламенты. Очень короткий вопрос. Просто вот вы говорили, что вот в этой системе координат бывают не только героические смерти, но и героические. Не только героические, но и не героические. А это как-то вот это как-то связано с тем, какой персонаж участвует? Или же это не имеет никакого... негероических смертей гораздо больше, чем героических, потому что для короля погибнуть на поле битвы, собственно говоря, это неинтересно. И это совершенно не запоминается. Кухулин вот только погиб на поле битвы, потому что он сражался один с сырым войском там, и действительно это необычно. Но здесь довольно хороший, спасибо вам, интересный вопрос, потому что победа над врагом, собственно говоря, это банально. А смерть должна быть не банальна, и король Конхобор, например, умер, когда узнал о смерти Христа. У него была когда он так расстроился, у него вот это вот чем было запито, выпало, и он умер. А какой-то король ударился головой просто опритолку, он там услышал, что позже топит поэта, и побежал, и ударился, и упал и умер. И таких случаев гораздо больше, чем порядок, я бы сказала. что-то что-то